Всем привет! Это Дядя Паша и сегодня выпуск на тему, которая продолжает будоражить умы как новичков фьюжена, так и опытных пользователей. Отвечаем на вопрос, как скопировать эскиз? Короткий ответ – никак. Дело в том, что эскиз как сущность и составная часть модели фьюжена – это не просто чертежик, а это вещь, которая привязана к плоскости, и от этой плоскости наследует начало координат. Поэтому эскиз без плоскости, без начала координат не может существовать, и поэтому скопировать мы его и перенести куда-то на новую плоскость не можем. Не предусмотрено, нет такой функции. Однако, есть как минимум четыре способа выполнить действия, которые в определенных ситуациях можно называть «Скопировать эскиз». Я сейчас про них по порядку расскажу. Я здесь подготовил небольшой эскизик. Здесь окружность непонятного диаметра, не привязанная ни к чему, и прямоугольничек – образмеренный, привязанный к началу координат. Прямоугольничек – молодец! Будьте как прямоугольничек. Сейчас мы попытаемся выполнить копирование эскиза. Способ первый, самый простой и, вообще говоря, широко известный. Скопировать эскиз нельзя, но эскизную геометрию, то есть то, что внутри эскиза находится, скопировать можно. Мы просто выделяем все. Следите, чтобы выделились еще и размеры, и зависимости, если у вас какие-то есть. Жмякаем правой кнопкой, Ctrl-C, Stop Sketch, строим новый эскиз и сюда Ctrl-V. Вот так вот, скопировали. Но есть нюанс. Прямоугольничек перестал быть образмеренным. Дело в том, что, как я говорил, в эскизе есть начало координат, которое берется из грани или плоскости, к которой эскиз привязан. Вот в том, в первом эскизе мы привязались к началу координат. Когда мы скопировались, это начало координат, как нечто нематериальное, скопировать нельзя. Поэтому Fusion нам дал точку, к которой сейчас привязан прямоугольник. Если мы хотим вернуть все, как было, нам нужно эту точку привязать обратно к началу координат уже нового эскиза. Вот так. Либо созданием зависимости коинцидент. Созданием зависимости вручную, либо автоматически. Вот теперь мы создали аналог предыдущего эскиза. Способ второй, который был придуман буквально только что. Делаем компонент. Копируем туда наш эскиз. Перетаскиваем. Перемещаем, правильно говоря. Копируем компонент. Вставляем компонент Paste New. У нас появился второй компонент, в котором есть, правильно, эскиз. И мы можем его себе забрать. Да и первый тоже можем забрать. Итого у нас появляются два эскиза одинаковых. Способ третий, который подойдет, наверное, в большинстве случаев, когда люди хотят скопировать эскиз. Они не могут сформулировать, как это называется. Называется проекция. Если у нас есть эскиз на одной плоскости, есть некая плоскость, другая, отстоящая от первой на каком-то расстоянии. Причем она может быть даже под углом. Мы можем выполнить проецирование. Так, нет. А, да. Эскиз нам нужно сделать. Мы можем выполнить проекцию при помощи инструмента Project. Прелесть этого способа в том, что проекция, которую мы получили, несмотря на то, что мы можем ее отредактировать, если отвяжем от той исходной геометрии. Но если отвязывать не будем, то она сохраняет ассоциативную связь. И если что-то меняется в изначальном эскизе, то в проекции, соответственно, тоже все меняется. Вот эта окружность будет бегать за своим родителем. Если нам это надоедает, мы можем зайти в эскиз, содержащий проекцию, и сделать либо вот так, breaklink, либо удалить вот эту зависимость проецирования. Это равнозначное действие. Я нажимаю сейчас delete, и я получаю новую геометрию, которая уже не связана со своим родителем. Я сейчас это отменю, потому что мне пока это надо. Мне нужна проекция. Это был третий способ. И четвертый способ. Наверное, самый изощренный, но тем не менее, к нему можно прибегнуть. Мы можем из эскиза, который у нас есть, создать твердотельную геометрию. Можем использовать твердотельный режим, либо режим поверхностей. Затем, например, переместить это тело куда-то, например, по оси х, в минус 40 мм. Даже минус 50. Давайте уж гулять-то гулять. Затем создаем эскиз и проецируем. Либо строим пересечение при помощи Intersect с этой твердотельной геометрией. Что мы получаем? Мы получаем эскиз, который мы скопировали со смещением. Этот эскиз сохраняет ассоциативную связь со своим родителем через создание тела и перемещение этого тела. Я сейчас отображу еще и Sketch 3. Вот так вот. У нас это проекция, а это эскиз, полученный перемещением твердого тела. Влево на минус 50 мм. Вот такая вот красота. В определенных условиях все это можно называть копированием эскиза. Единственный нюанс с этим последним способом, что в операции Move почему-то расстояние минус 50 не хранится. Я не могу это пока прокомментировать. То есть операция есть, расстояние есть и всегда выдерживается, а вот здесь почему-то не хранится. Возможно, это баг. Но тем не менее, подобным способом мы пользовались в выпуске, когда я рассказывал про неоднородное масштабирование. Неоднородное масштабирование в эскизах невозможно, а неоднородное масштабирование твердых тел возможно. Поэтому мы эскиз переводили в твердое тело, масштабировали и затем опять переходили в эскиз при помощи проекции либо сечения. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Если тема с эскизами интересна, то следите за плейлистом эскизы. Что, собственно, очевидно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok